МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Кубани виноградники занимают почти 30 тысяч гектаров. Перевалить за эту цифру в Краевом Минцельхозе рассчитывают к 2024 году. Уже этой осенью будет заложено дополнительно 300 гектаров молодой лозы. Основные площади занимают, конечно, технические сорта винограда. Ну, то, из чего делают прекрасные кубанские вина. 16% отдано под столовые. О перспективах этого направления сегодня и поговорим. Продавая виноград в Анапе, вы продаете бананы в Африке. Попробовать можем? Попробуйте, конечно. Секатур у вас. Но в Анапе у нас, правда, самая вкусная ягода. Нескромно. Нескромно. В каждом выпуске землехода есть рубрика «Фотогерои». Ну, я ее, честно, использую для того, чтобы находить самое интересное хозяйство. Вот в прошлом выпуске, он есть на нашем YouTube-канале, фотогероем стал Никита Рыбка из хутора «Бужор». Он прислал снимки больших гроздей винограда. Собственно, Никита, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Скажите, почему вы нам решили фото отправить? Мы решили вам отправить фото, во-первых, потому что мы хотели поучаствовать в вашей передаче. Приятно. А еще, во-вторых, потому что я по образованию пиарщик. И вот мне в университете вдолбили в голову, участвую в различных программах, работаю в СМИ. Поэтому это моя прямая работа. Я вам отправил, позвал коллег, мы пошли в виноград, сфоткались, и мы вам в этот же день отправили. Ну, а сегодня мы к вам приехали. Да, да, все получилось. Теперь, Никит, показывайте, что у вас есть. Пойдемте. Пойдемте. Никит, расскажите об истории вашего хозяйства. С чего вот это вот все началось? Вообще, все началось с трех братьев, которые приехали сюда из Санкт-Петербурга и заложили первые двиноградники. Вот эти ряды. Но так получилось, что у этих трех братьев коммерческая жилка. Они занимались, допустим, в Санкт-Петербурге долго очень бизнесом. Переехали сюда и поняли, что нужно, наверное, как-то... Зарабатывать. Зарабатывать и расширяться, идти дальше. Сперва были виноградники, далее пошли теплицы, пошла ягода, клубника, малина, ежевика. Различные сорта. Вот в прошлом году было 4 гектара виноградник, в этом году уже 6. Какие сорта вы выращиваете у себя на винограднике? Ну, по столовым у нас около 30 видов. Это те, которые уже на урожай, да, на ягоду. И еще мы пополняем свою коллекцию для рассаживания. Там еще, по-моему, 17-19 сортов ультра-новинки, скажем так. Ищем чего-то новое. Рашфор уже такой бывалый сорт, но потребитель его любит. Ну, популярно, да. Пытаемся искать какие-то замены, все равно это, ну, рынок всегда любит чего-то нового. Но у каждого же сорта есть какая-то своя изюминка, какие-то свои оттенки вкуса, правильно? Да, можно, наверное, не знаю, правильно или нет, в комментариях, я думаю, нас поправят. Светлый виноград и вот темный, это вот, в принципе, две большие группы, которые я думаю, вот мне больше темный нравится. У него более насыщенный вкус, где-то бывает кислинка, где-то бывает... Терпкость такая, наверное, есть, проходит. Светлый виноград, он просто сахарный. Мне просто сахарный не очень нравится, я люблю вот помесь какую-то, допустим, кисосладкий. Ну, мы, в принципе, попробуем, давайте, и вы сами поймете, оцените вкус и разницу с этим самым. Не переживайте, белый, это виноградный естественный налет. Я не переживаю, поверьте, я на съемках уже столько всего ела. А это прям сладкий, классный. Это виноград-ромбик. А, я так понимаю, за счет самой формы, да? Несколько похожего. Да, да, да. Вот у него есть такая характерная мятость ягодки, идеально круглая. Некоторых покупателей это вводит в сомнение, говорят о том, что виноград давленый. Ну, что? Мы срезали его только что с грозди, а он не давленый. Выбор столового винограда – дело, конечно, непростое. Ну, посмотрите, сколько вариантов. Есть черный, красный, белый, розовый. Грозди большие, маленькие, ветвистые. Существуют даже крылатые, если верить научным статьям о винограде. Но для всех вариаций существуют единые требования качества. Итак, на что нужно обращать внимание, выбирая виноград на рынке? Первое – это ножка грозди. Вот она. Она должна быть свежая, зеленая. Это говорит о том, что виноград срезали с лозы недавно. Второе – ягоды не должны осыпаться, держаться плотным. Ну, а самый верный способ определить, что товар действительно спелый, сладкий и вкусный – это попробовать. Если, конечно, разрешат. Можно? Класс! Очень вкусно. Взвесьте, пожалуйста. Спасибо. У нас есть сорт винограда Эверест. Ну, это такая новинка в России, скажем так. Фишка этого сорта – у него внутри ягода очень крупная, где-то 22 мм, 17-22 мм. И у него внутри при опылении происходит еще маленькая ягодка. То есть при полном разрезе этой ягодки видно внутри еще ягодка. Вот мы его назовем беременный виноград. Это можно было гореть, я не знаю. Но вот так, как есть. Вот мы пришли к нашему беременному винограду. Не знаю, будет ли уже он беремен. Ну, по крайней мере, мы попробуем, коль рассказывали. Нет, к сожалению, нет. Но вот эта вот косточка, она потом, когда ягода нальется, в неделю-две еще, она превращается в мини-ягодку внутри. Хотя с виду это просто косточка. Ягода будет еще больше, да? Ягода, да, до 2, ну, где-то 2,2 см, 22 мм, 2,5 даже местами дорастает. То есть вот когда он полностью вызрит, наберет цвет, вот здесь должна быть беременная ягодка. Я знаю, что кроме столовых вы сейчас заложили небольшую плантацию и технического винограда. Да, это скорее эксперимент. Каберне и пинануар. Мы раньше никогда не занимались техническими стратами. Мы их высадили в том направлении. Им еще 2 года расти до первого урожая. Вот будем смотреть как. Но это для нашего двиноделия. Как раз-таки сейчас мы занялись лицензией. Очень бы хотелось производить вина, делать соки, безалкогольные вина, шампанские детские. У нас есть технолог, который все это умеет делать. Нам нужно только урожай, оборудование и побольше энтузиазма. У нас осталось с последнего сбора черешни. Немного черешни, уже некондиционной. Но черешня у нас, честно, потрясающая. Сорт Грейстар в России выращивается только у нас и в одном саду в Крыму. Такая редкость? Да, вот действительно. Поэтому как-то было очень жалко, пропадает добру, и мы сделали из него компот. Здесь все максимально натурально. Мне нравится. Красивый компот из винных бокалов. Да. Пить охлажденный. Вот так хочется сделать. Какая прелесть. Это то, чего мне не хватало всю эту съемку, не поверить. В нашу жару, в которую вы к нам приехали, мне кажется, это то, что надо. Выращивать столовые сорта от технических. Вот какая разница между ними? Это сложнее, потому что в столовых сортах много ручного труда. Вот на данный момент тут неподалеку от нас ребята проходят посынковку, убирают молодой побег. Вот такие, да? Да, вот. Молодые побеги для того, чтобы разгрузить немножко куст и дать ему больше силы, вот опять же, для созревания, для налива. Столовые сорта от технических отличаются еще и, конечно, размерами гроздей. Вот в этом саду самая большая весила 2 килограмма 200 граммов. Это сорт другой, он немножко полегче, вырастает максимум до полутора. Но смотрите, какой просто гигант, я бы сказала. И вот я его возьму в свою фотоколлекцию. А зрительский привет сегодня прилетает из Курганинского района от Оксаны Киги. На кадрах молодые, но очень любознательные бычки. Присылайте вы фото и видео своих сельхоз-животных на наш номер в WhatsApp или Telegram. Кошки, собаки не в счет, программа Аграрная. Лучшие модели попадут в эфир Кубань-24 и, возможно, станут героями следующего выпуска землехода. Ждем! Расскажите про каналы реализации. Куда вы отправляете свой виноград? Так как мы находимся в Анапе, в этом году город, по крайней мере, администрация отчиталась о том, что 3 миллиона туристов приедут к нам за весь сезон. Мы реализуем нашу продукцию в городе через розничную торговлю. А также у нас есть оптовое направление. Мы занимаемся здесь локально. Обслуживаем Геленджик, Новороссийск, Анапу, Краснодар. Также и возим продукцию в Москву. С каждым годом все больше и больше у нас партнеров в Москву не прокормить. Продукция, которую вы делаете из ягоды, насколько вас требована на рынке? Вообще все по методам проб и ошибок. Мы сначала запускаемся, смотрим, мы делаем небольшую товарную партию, чтобы понять, идет или нет. Но мы анализируем рынок, опять же, мы продаем свою продукцию на маркетплейсах, в крупных сетях и мелких местных магазинчиков. И смотрим то, что идет, то, что не идет. Например, мы знаем, что черчьела идет отлично. Черчьела у нас идет везде, и в маркетплейсах, и в магазинах, поэтому мы ее делаем, нарастаем объемы. Мы хотим в дальнейшем запустить производство мармелада, потому что тоже очень интересная позиция. Зимой, опять же, очень будет востребовано. Какие перспективы вы видите для своего хозяйства? До каких масштабов вам хотелось дорасти? Знаете, мы делаем сейчас акцент больше на клубнику. Клубника уже закончилась, у нас только тепличная, ремонтантная нет. То есть мы хотим перейти не то, чтобы на моно, но, может, на дуо какое-то. Не распыляться на ежевику, малину, какие-нибудь там, голубик, еще что-нибудь. Это занимает очень много времени, агрономы разрываются, и везде где-то могут быть недоработки. А клубнику и виноград в любом случае люди любят. Мы уже понимаем, мы знаем, как ее выращивать, как ее перевозить, как ее хранить, по какой цене, какая цена будет в следующем году, более-менее уже мы в этом разбираемся. И самое главное, что нам это нравится больше всего, вот эти две культуры. Ну, три, у нас еще в черешне есть, тоже нравится. Вообще, здоровые амбиции, как мне кажется, только помогают двигаться вперед. Любой фермер хочет, чтобы его продукцию оценили, но потому что он вложил в нее свое время, силы, душу. Владельцы этих садов, да и вся команда, мечтают выйти на ягодный оборот в 20 тонн в неделю. Чтобы вы понимали, объем сейчас у них в 100 раз меньше, так что стремиться есть к чему. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, мы будем давать ответы. А землеход отправляется на поиски очередных хозяйств и новых героев. Увидимся!